Идем дальше. Это уже совершенно другая тема. Нет, а кстати не другая. Тоже покажу. Когда учат пересаживать с места на место деревья, а прижилась эта кое-где практика, знаете почему? Думают, что сама пересадка поможет дереву вырасти красивым, культурным и здоровым. Она на самом деле не помогает, а только ухудшает. Но не дай бог сидит в гепатогенной зоне, человек этого не знает. Понимаете? Вот редкий кадр, редкий человек, мой ученик. Учится работать рамками. Вот. Но таких-то единиц один из миллионов. До сих пор один из миллионов. А почему я вам показал? Дело в том, что вся моя жизнь направлена на то, чтобы чуть-чуть сделать людям жизнь легче. Что касается технологии, именно агротехники садоводства, не чуть-чуть, а гигантский разрыв между традиционным садоводством, вот, зверином, я его в другое слово не подберу, и тем сидящим, легким, как бы сказать-то, это самое, почти праздничным. Представьте, что вот это получается. Понимаете? Гигантский скачок. Но гигантский скачок еще состоит из отдельных скачков. Я сто раз говорю, попало в гепатогенную зону. Вот бывает, люди, в три года, пять лет, помните, не растет. Что я говорю? Правильно, пересаживайте. Это когда саживаются ни живым, ни мертвым. Вероятность гепатогенную зону велика, остается только научиться. Но я же не могу всех вас научить. Вы же не отхажитесь этим заниматься. Ну, хорошо. Пересадили, а потом, ой, а у меня таких случаев несколько. Ой, говорит, за один год нагнал, как за три. Вот. Так, теперь, зачем еще раз? Вы видите вот это внимание, опасность излучения Земли. В данном случае, мой друг Денисенко Андрей, палатливый компьютерщик и мой ученик, сделал вот эту вот уникальную, я считаю, знак. Когда-то, лет через сто месяцев, за это погибнут на дорогах миллионы людей. Я не преувеличил. Миллионы людей погибнут из-за гепатогенных зон. Так. И когда-нибудь, может быть, где-то, кто-то, через поколение, через три, может быть, ваши внуки правы, раньше не дойдет. Настолько отношение к гепатогенным зонам скептическое, как чему-то, называют это паранаукой. И вот получается, что люди гибнут. Что я сейчас предлагаю? Во-первых, я обязан, я гражданин России. Вот. Я очень надеюсь, что я спасу сейчас. Нас будет всего несколько сотен этих, посмотрим. Ну, там, перепадет в Яндекс, ну, еще несколько сотен. Ну, на другие, там, канал, еще несколько сотен. Все. Ну, может, тысячи. Некоторые везет, там, две тысячи. Некоторые отрывочки вот эти набирают. Бывает. Вот. А из этих тысячи двух, которые увидят, давайте спасем, давайте я спасу одну-две жизни. Вы должны знать, что на ровном месте, где нет никаких признаков аварийных ситуаций, и движение там слабое, оно, наоборот, призывает, гоните это. Машин почти нет. Гоните. Вот здесь-то у вас крышу-то и снесет, а есть такие зоны, которые даже среднестатистический гражданин перенесет, мозги. А усталость, представляете, усталость элементарная, невнимательность, вот. Где-то настолько превысил скорость, что потерял даже какое-то чувство ориентировки. То есть, тебя может даже, когда заклинут мозги, и ты пересекаешь, где-то придут. Тебе кажется, что ты едешь вправо, а у тебя руки повернули руль влево. Еще одно-два слова. Я все это беру ниоткуда. У меня есть богатый жизненный опыт, у меня есть богатая практика, но самый первый случай в моей жизни был такой. Включая телевизор, место телевидения, показывает живого шофера. Рядом машины, две лоб в лоб. Как судьба второго шофера, посмотрю, я не это. Меня поразило, что сказал шофер, глядя, когда журналист ему сунул камеру в лицо. Знаете, что он сказал? Я ехал, я ничего, в какой-то момент у меня руки повернули руль влево. Точка. Вы понимаете? Я железом, я не болтун, я не трепач. У меня богатый жизненный опыт. Уже через несколько лет я ездил по этой трассе, в Санкт-Петербургский алюминиевый завод. Рядом шофер, при скорости 30 км в час, рамки прекрасно реагируют. И вообще эти места, это. Потом было телевидение, уже это, отдельно это, уже. ГАИ поставило не запрещающие, не ограниченные знаки, как вот нарисовали в Денисенко. А знак просто предупредительный. Осторожно, опасная зона. Абсолютно ровная дорога. А пишут они, с той стороны опасная зона. Почему? Да потому что я видел только один, одну аварию. А они там регулярно, регулярно. Но нет у них таких мозгов, понимаете? Нет. Они, допустим, умные, они храбрые, они могут под пули, этот самый, те же ГАИшники, они могут жизнь у тебя спасать. Они берегут нашу жизнь. Но не хватает вот этого. Если уж наука этого не знает. Трудно, что ли, взять статистику, собрать. Дороги смерти знают все. Идут памятник за памятником. Ну, возьмите, проверьте тут. Соедините два эти. Аварии соедините с предполагаемым геопатогенным зонам. Сан-Фалла. Делайте такие знаки. Спасайте людей. Вот. Это я опять. Я хотел просто сказать. Ребята, я хочу спросить только о вашей жизни. Одну-две. Не гоните. Разрешено даже трассы эти, междугородные, и ни одной машины. Все равно не гоните. Не спасетесь в геопатогенной зоне. Вы их пока едете из пункта А, пункта Б, допустим, 100 километров. Их там на вашем пути, как у нас, у нас же предгорьево, 5-10 этих геопатогенных зон. Как это смертельно опасно. Просто снизьте скорость. Неезжайте спокойно. У меня, мой друг, он потом стал, это самое, неудобно фамилию называть, Володя. Он потом стал, ну, больше у него было. Но он не дурак. Почему? Потому что он был еще директором братского алюминиевого завода, этого величина. А еще был у этого, у Дерибаски, заместителем. Русала, зам. Вот эти две последние должности, что я про него помню. Так вот, он настолько умен, что он взял однажды, Абакану, Саяногорск, это надо ехать, это самое. Я-то сам за 40 минут успевал проскочить. Ну, то есть наибольшая скорость. А он тогда же взял, говорит, я включил 80, проехал до Абакана, и все равно столько же времени мне заняло, как когда я гнал 150. А почему? Вы догадаетесь сами. Один гонит, другой потихоньку, а время одно и то же. Это уже опытные шоферы знают почему. Давайте спасу я одну-две жизни. Вы даже никогда не узнаете, что вы спасены. Вы просто вспомните про это. Посмотрите на эту словечью. Очень, как ее назвать там, уникальная, я считаю, очень ценная фотография, очень ценный изобретенный знак. Череп с костями. Опасное излучение. Это все. Мы, биологаточки, можем всю страну проверить. Для таких знаков понадобится сотни тысяч, а может, миллионы. Но и спасенной жизни будет миллион. Ну, что я скажу. Помните, это первый фильм, пятый или шестой раз. Помните, как фильм называл? Спасите наши души. Вот он, один на миллион. Мой ученик. Изучает. Субтитры создавал DimaTorzok